Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня я расскажу о том, как быстрее всего прокачать вашего персонажа в игре Diablo 2 Resurrected. Вы узнаете секрет, который позволит вашему герою достичь максимально возможного в игре 99 уровня всего за 5 дней. Не повторяйте за олдфагами, не бегайте на унылого балла, прокачка на нем займет долгие месяцы, а свои цели можно добиться гораздо быстрее, если использовать фичи одиночного режима игры, открывшиеся в последнем патче. Итак, каким же образом начисляется опыт вашему герою? Для начала нужно разобраться с основами. Пока ваш герой не достиг 25 уровня, он считается, можно сказать, ребенком по меркам Diablo. И игра требует, чтобы вы убивали монстров, которые отличаются от вас не больше, чем на 5 уровней в большую или меньшую сторону. Поэтому, если вы, скажем, возьмете персонажа 23 уровня и пойдете на балл раны нормы, вы там совершенно не будете получать опыт, поскольку разница между вашим героем и монстрами, которых убивают члены вашей команды, будет колоссальной. Таким образом, для начала нам нужно достичь 25 уровня, чтобы снять этот первичный штраф на получение опыта и качаться до тех самых пор в локациях, которые вам примерно соответствуют. Я могу дать ссылку на полный лист всех уровней локаций в описании этого видео. Если у вас этой информации нет, вы сможете по вот этой энциклопедической табличке свериться и посмотреть, вот мой уровень такой-то, в какую локацию мне оптимально хотеть, чтобы она мне соответствовала примерно. Дальше, после того, как вы достигли 25 уровня и вплоть до достижения 70, наступает самое приятное время для получения опыта в игре Diablo, потому что игра вас практически никак не штрафует. Да, существует минимальный штраф за разницу в уровне между вами и убиваемыми монстрами, но он настолько минорный, что его можно полностью игнорировать. Вы просто отправляетесь в самую высокоуровневую локацию, в которой вы в состоянии находиться, убиваете там монстров или кто-то помогает вам их убивать, и за счет этого вы очень быстро прокачиваетесь. А после 70 уровня включаются дополнительные замедляющие механизмы, которые уменьшают количество поступающего опыта для вашего персонажа. Вот на 70 уровне на 5% примерно игра уменьшит количество получаемого опыта, а на 98 уровне вы получаете уже менее 1% от опыта за всех монстров. То есть каждый монстр, когда вы его убиваете, у него помимо значения жизни, урона и так далее, есть значение опыта. Вот это вот брутто-опыт. И вот из этого брутто-опыта, который там может составлять несколько миллионов, начинает вычитаться огромное количество процентов в соответствии вот с этой таблицей штрафов. Как вы видите, достаточно долго она позволяет вам получать неплохое количество опыта. Вот даже на 88 уровне вы получаете 10% от всего опыта, который в этом монстре содержится. Но спустя определенное количество уровней, да, вот на 96, вы будете получать уже в 10 раз меньше опыта, чем на 88. Плюс, помимо этого, штрафа существует еще более серьезная вещь. Если вы отличаетесь по уровню от монстра более чем на 10, в большую сторону, то есть монстр на 10 уровней слабее вас, вы получаете за него только 5% опыта. А если вы отличаетесь от него на 9 уровней, то 24% опыта, да, то есть видите, почти в 5 раз меньше резко вот такой вот скачок происходит, когда вы на 10 уровней превосходите монстра. Именно поэтому нет смысла тусить в предыдущем уровне сложности, там, скажем, раскачались до 40 уровня, а вы торчите до сих пор на норме. Это непродуктивно, потому что это монстры невысокого уровня, и, скорее всего, вы за них нихрена не получите. И когда ваш персонаж достигает высоких уровней, больше чем 90, это становится особенно заметно, потому что самая высокоуровневая обычная локация в игре – это трон Баала. Там 85 уровень, соответственно, уникальные монстры, которых он вам выбрасывает, имеют 88 уровень. Получается, что если ваш персонаж достиг 97 уровня, то вы не только получаете менее 1% за этих монстров, но еще и дополнительно 95% от этого оставшегося обода, от этой жалкой кучки, дополнительно еще 95% игра вычитает, потому что у вас разница с монстром 10 уровней. Получается, на 97-98 уровнях для того, чтобы прокачаться, вам убивать монстров вот этих вот самых высокоуровневых уже совершенно бесполезно. И имеет смысл убивать исключительно Нихлотака, Баала и Диабло, потому что Нихлотак 95 уровня, Диабло 94, Баал 99. И так было до тех пор, пока в игре не появились зоны ужаса. Зоны ужаса все это коренным образом изменили, поскольку вы можете сделать зоны ужаса вплоть до 96 уровня, а в зоне 96 уровня бегают обычные монстрики 96, чемпиончики 98 и элитники 99. Получается, у вас всегда есть возможность убивать монстров вашего уровня благодаря существованию такой фичи в игре. Но что касается вот этого штрафа, штраф на брутто опыт, то в любом случае вы его будете получать, даже если будете играть в самой топовой, подходящей для вас зоне ужаса. Насколько серьезно вообще введение зоны ужаса повлияло на геймплей? Раньше люди могли прокачаться, по сути, только на Баалранах, и, по сути, левелинг высокоуровневых персонажей в Диабло представлял собой нудный однообразный дрочь одних и тех же монстров на Баалранах. Сколько раз туда нужно было сбегать? Вот, например, для того, чтобы подняться с 98 по 99 уровень, вы должны были сбегать на Баала 3500 раз в составе организованной группы из 8 человек. При этом, естественно, желательно делать это быстро, успевать там за 3 минуты убивать Баала. Ну и необходимо использовать Аннигилус и посох Андал с Виздом для того, чтобы максимизировать количество получаемого опыта. Также можно несколько сократить это количество, если путь к Баалу прокладываете не вы, а кто-то другой, а вы в этот момент бегаете по первому акту, по вейпоинтам, ищите там себе алтарь опыта, вешаете его на себя, потом бежите в трон и под алтарем опыта, заняв почтительную дистанцию от Баала, получаете экспу, не принимая никакого участия в убийстве монстров. Ну, то есть это было невероятно геморройно, невероятно однообразно и невероятно продолжительно. А сейчас зонами ужаса все гораздо приятнее. И уже не будет такой ситуации, что для полного левелинга вашего персонажа вы должны сделать 5525 балл ранов. Но это оптимистическая цифра, потому что, если вы играли в онлайне, вы знаете, что не всегда набирается 8 человек, кроме того, люди имеют склонность тупить, поэтому в реальности количество балл ранов для прокачки максимального уровня потребовало бы, ну, там, более 6000, уж точно. Если что, ссылочку на эту статью я приложу, она достаточно интересная. Тут, например, рассказывается о том, что Баала бессмысленно убивать на PPL больше, чем 3. И благодаря тому, что мы можем забыть всю эту историю с балл ранами и перейти к намного более прогрессивным зонам ужаса, у нас появляется возможность стремительно прокачаться. Если вы думаете, что просто можно выбрать текущую зону ужаса, бегать в нее и получать там XPOOL, это, конечно, здорово. Это уже будет как минимум 8 раз быстрее, чем балл раны, старый способ, но я могу подсказать, как еще значительно оптимизировать процесс левелинга и ускорить его. Для начала разберемся с тем, что такое уровень сложности, PPL, и каким образом пати, группа, влияет на получаемый опыт. Если вы играете в мультиплеере, вы получаете плюс 35% к опыту за каждого игрока, присутствующего в вашей группе. Там есть еще дополнительная калькуляция, когда весь опыт за убитого монстра суммируется, прибавляется в этот процент и потом делится пропорционально уровнем членов команды. Но предположим, что вы играете с людьми своего уровня, тогда этой сложной калькуляции не будет, и можно сказать, что каждый из участников получает плюс 35% опыта за наличие дополнительных членов команды. Таким образом, если вы собрали полную группу из 8 человек, то у вас у каждого члена команды бонус к получаемому опыту плюс 245%. Это очень нехило, крайне мотивирует искать группу в мультиплеере. В одиночной игре бонус может быть еще больше. Вы не ищете там реальных людей, потому что их там нет. Вы задаете себе сложность при помощи консольной команды PlayersX, ну или заходите в меню игры, выбираете там Gameplay, Options, и повышаете при помощи вот этого Difficulty Slider, регулятора уровня сложности, повышаете себе сложность до восьмерки, соответственно. И если вы играете один на сложности, которая подразумевает жирноту монстров для восьми человек, то вы ни с кем не делитесь опытом. И вы получаете плюс 50% дополнительного опыта за каждый дополнительный уровень сложности. Таким образом, подняв уровень сложности с единицы до восьмерки, вы получаете плюс 350% опыта. То есть плюс 245% вы получаете, играя полной командой, и плюс 350% вы получаете, если играете один на максимальном уровне сложности. Подобную ситуацию можно смоделировать и в мультиплеере тоже. Если, скажем, вы пригласите 7 человек в вашу группу, они будут играть в какой-то другой локации, не там, где вы находитесь, а вы будете бегать по зоне ужаса, и тогда действительно вы в одно жало будете 350% опыта уминать. Это так. Но мало кто, естественно, согласится в мультиплеере оказывать вам подобный сервис, если только вы не безумно популярный стример с огромным количеством фанатов. Но тогда, видимо, вам не нужны мои советы. Далее нам следует рассмотреть все существующие локации зон ужаса в игре с точки зрения того, сколько опыта они нам дают, какие наиболее профитные и где больше всего мы можем получить опыта. И тут оказывается, что наиболее профитной зоной является трон Баала и предшествующие к нему уровни цитадели. Но существует проблема. Это крайне обширная локация с большим количеством коридоров, с большим количеством комнат. Она довольно рандомная, предсказать ее даже опытный игрок с трудом может. В связи с этим на полную зачистку цитадели, всех комнат трона и так далее, вы потратите большое количество минут. Скажем, от 6 до 12 минут вы будете тратить на полную зачистку всех этажей цитадели. То есть, даже несмотря на большой брутто опыт, который вы получите за зачистку всех этих уровней, все-таки террор-зона не так хороша, если мы хотим высчитать какое-то оптимальное время на один забег, чтобы зашел, получил много опыта и забег повторил. Понятно, что в любом случае Диабло — игра, которая строится от бесконечных повторений, которые мы должны каким-то образом оптимизировать и сделать максимально продуктивным. И вот, если смотреть с точки зрения продуктивности, то Светилище Хаоса, которое можно сделать буквально за полторы минуты, убив абсолютно каждый элитный пак в этом месте, даст вам примерно от 1 200 000 до 1 300 000 опыта на 98 уровне персонажа. То есть, всего лишь в два раза меньше, чем Трон Баала, а Марокета на порядок меньше. Гораздо быстрее можно все это сделать. Если убивать только ключевых монстров и Диабло, то это вообще 50 секунд на один ран. А есть локации, в которых вы можете убивать монстров, даже не имея полностью снаряженного и крутого персонажа. Например, Яма The Pit в первом акте. Она дает количество опыта, сравнимое со Светилищем Хаоса. Примерно 700 000 опыта на 98 уровне вы будете получать за полную зачистку Пита. И здесь встречается от 8 до 11 паков уникальных монстров. А это же самое главное. Поскольку за каждый уникальный пак вы получаете плюс 500% опыта. Но до Пита еще нужно было добираться по дорожке. А встреченные по дорожке монстры не относятся к зоне ужаса. И соответственно, хороших бонусов нам не дают. И тут мы вспоминаем про Шенка. На Шенке вы можете поднять тоже около 700 000 опыта за один полный ран. И здесь вы не тратите время на пустую беготню. Поскольку с самого начала можете убить Шенка. Сгенерировать рядом с ним еще пару элитных паков. Убить их, подняться выше. Убить Элдрича. Убить Шарк Туфа, который охраняет барбов, запертых в клетке. Затем зайти в портал Абаддон. И еще там поубивать кучу элитных паков. И за все это получить примерно 750 или может быть даже больше 1000 опыта на 98 уровне. Крайне продуктивно. И никакой траты времени на бесполезную беготню. Вы просто заходите, убиваете, убиваете, убиваете без остановочных монстров. Получаете, получаете опыт. Если вам нравятся максимально короткие, быстрые забеги. Стоит обратить внимание на локацию Курацкий базар. Если затеррорить Курацкий базар, несколько раз его перегенерировать. Вы можете сделать два храма прямо рядом с фейпоинтом. Храмы битком набиты злющими тетками и мохнатыми обезьянами, которые приветствуют вас ударом кулака в лицо. Да, там есть физэмуны, есть магикэмуны. Но, опять же, масса персонажей с комфортом будет фармить в этих храмах. А плотность монстров позволит вам с колоссальной скоростью получать опыт. Тоже очень интересная локация для скоростного левелина. Ну и, на мой взгляд, одной из самых-самых лучших локаций для прокачки до 99 уровня являются каменные гробницы во втором акте. На первый взгляд, можно все сделать максимально просто. Сгенерировать вход в гробницу сразу по выходу из Лут Галейна. Вы перезаходите на другой уровень сложности, обратно на Хелл. Так повторяете до тех пор, пока гробница не будет прямо на выходе из Лут Галейна. Но это слишком просто. Можно сделать интереснее. Мы выходим из Лут Галейна. А Рокки Вейст это ведь тоже зона ужаса, это ее часть. Мы генерируем 4 пака элитных монстров в Рокки Вейст еще по пути к гробнице. И имеем возможность их умертвить. После этого мы попадаем в гробницу, где еще 6 паков уникальных монстров нас ждет. Итого 10 паков монстров мы можем убить всего лишь за каких-то 2 минуты. А то и быстрее. Есть персонажи, которые быстрее, чем за 2 минуты зачистят гробницы. Когда вы фармите опыт во втором акте, вам не нужно в конце забега открывать портал и переноситься в какой-то другой акт. Дело в том, что как только вы загрузитесь на локации, вы можете обратиться к Варибу и попросить отправить вас в первый акт. Он отправляет вас в первый акт, и вам не нужно очень долго бежать до вейпоинта или до выхода из города Лут Галейн. Вы при помощи Вариба переноситесь сначала в первый акт, потом выходите из Лут Галейна, убиваете монстров по пути к гробницам и затем попадаете в гробницы. За счет этого вы можете с колоссальной скоростью нафармить безумное количество опыта. Это примерно миллион экспы на 98 уровне, которые вы получаете быстрее, чем за 2 минуты. Теперь я научу вас заказывать себе зоны ужаса в одиночной игре по щучьему велению, по моему хотению. Я дам ссылочку на этот замечательный трекер в описании моего гайда, вы его там найдете и сможете пользоваться. Для начала мы отключаем вот эту галочку, убираем отображение всех зон, чтобы мы не путались. Здесь у нас календарь, который показывает зоны ужаса в прошлом и в будущем. А нам это очень нужно, потому что мы будем переводить часы в системное время Windows, манипулировать со временем в наших интересах для того, чтобы получить ту зону ужаса, которую хотим. Давайте представим, что нас интересуют храмы Кураста. Мы решили именно в них прокачивать нашего героя до 99 уровня. Мы ставим галочку и нам вот этот трекер начинает показывать по расписанию, когда эти храмы были и когда они будут. Я записываю это видео 5 апреля и вот мне показывают, что 5 апреля Кураст Базар, его храмы будут по времени с 8 до 9 п.m. Соответственно, это с 20.00 до 21 часа. Здесь указывается время по вашему часовому поясу, поэтому совершенно не важно, в каком часовом поясе вы живете, важно, какое у вас стоит системное время на компе. Поэтому, если мы хотим играть в храмах Кураста, точно это решили, то нам необходимо зайти в настройки системного времени, вот сюда, отключить автоматическое обновление и установить дату и время вручную. Ну, у нас 5 апреля как раз и должно быть. И мы устанавливаем время 20.00. Ну, или 20.01. Нажимаем изменить. И после этого мы заходим в игру. Вот мы зашли в игру и что же мы видим? Кураст Базар, Руин Темпл, Дизьюз Твейн. Как раз то, что мы хотели. Итак, давайте еще раз повторим все, что мы в этом видео проговорили, да, как-то суммируем наши выводы и объединим. Во-первых, нам нужно выбрать локацию для скоростного кача, которая подходит нашему герою, где нет, скажем, иммунов к его стихии, где относительно легкие монстры, где вы можете всех убивать, выставив себе по своему желанию максимальную сложность 8 ppl. Потом, нам необходимо изменить системное время на нашем компьютере таким образом, чтобы эта зона превратилась в зону ужаса. И каждый час, естественно, выходить в главное меню игры, закрывать игру полностью не нужно, и еще раз системное время менять, чтобы эта зона ужаса продолжалась, продолжалась и продолжалась. Также существует различное программное обеспечение, которое автоматически меняет системное время, всякие там утилиты типа Sly Clock и так далее. И, пожалуйста, все это можно легко нагуглить. Далее, нам необходимо сгенерировать максимально удобную карту, таким образом, чтобы левелинг происходил быстро, и сразу рядом с вейпоинтом оказывался вход в ту локацию, где вы будете прокачивать вашего героя. Затем, если ваш герой является дистанционным классом и может использовать алтари опыта, нам необходимо в первую очередь сгенерировать алтари опыта в первом акте, и перед началом нашего забега проверять вейпоинты первого акта, смотреть алтари и, может быть, поднять количество получаемого опыта на 50%. Если у нас персонаж ближнего боя, то, соответственно, данный пункт мы пропускаем. Ну и, наконец, последнее. Тю операцию нужно повторить несколько сотен раз. Всего лишь несколько сотен. Бегать 5500 раз, как на балраны, вам не придется в зоне ужаса. Я посчитал, сколько примерно понадобится времени для того, чтобы апнуть, скажем, персонажа с 98 уровня до 99. Допустим, мы качаемся в каменных гробницах. В этом случае нам потребуется примерно 333 забега в каменные гробницы без алтаря опыта, или 222 забега с алтарем опыта. Но, поскольку на поиск алтаря опыта уходит дополнительное время, которое составляет до половины времени забега, то, честно говоря, большой разницы я не увидел между забегом с алтарями и без алтарей. Но, может быть, вам удастся сгенерировать карту таким образом, что вы очень быстро находите алтарь, этим алтарем пользуетесь, и это не вызывает каких-то больших дополнительных трат времени. За счет этого вы героя очень быстро раскачаете. Но что вообще такое 300 забегов в каменные гробницы? Забег занимает 2 минуты, даже меньше. Таким образом, для прокачки с 98 по 99 уровень вы потратите 600 минут. Это 10 часов. Нет, я понимаю, что по 10 часов в день мало кто играет в эту игру. Сложно настолько долго сохранять интерес и усидчивость. Но, в любом случае, это не 2 месяца непрерывных унылых забегов на обалраны. Это вы заказываете себе удобную локацию под свой вкус и своего персонажа, и бегаете буквально 2-3 вечера, и получаете максимально возможный уровень вашего персонажа в игре. Такие фокусы, естественно, возможны только в синглплеере. В мультиплеере для максимального получения опыта вам нужно кооперироваться с людьми, и все равно там не будет такой бешеной накрутки, 350% опыту, плюс алтари, плюс еще комфортная заранее известная карта, и так далее, и так далее, и так далее. Пожалуй, это все, что я хотел вам сказать. Желаю вам успехов, играйте в интересные игры, играйте с удовольствием. До новых встреч.